Мы пригласили в студию разработчика игр The Friends of Ring of Chicago и Arrest of Stone Budda, которого знают под ником EO. Поговорили о том, как сделать игру почти одному, как тестировать, как искать художников и работать над инди с собственным отцом, как придумывать механики и выкидывать их, как внезапно засветиться с одной игрой и провалиться с другой, но при этом не бросить имдев. А теперь к делу. Хочу спросить, как ты вообще занялся инди-играми и делаешь ли ты их один или у тебя какая-то команда? Ну, занялся я просто делал в начале фан-игры по Niketsu, где-то с 2006 года. А вот у меня был форум и сайт по Niketsu. И там один парень предложил, давайте сделаем фан-игру. Вот так я узнал, что вообще есть гейммейкер. Вот так я попробовал и начал, собственно, делать. Собственно, я их один сам и делал в протяжении долгого времени. Спрайты я выдирал из Niketsu, потому что фан-игры были. Ну, рисовать я не умею, пробовал, но не получилось. Вот, и так просто в качестве хобби я этим занимался, 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 занимался. И до сих пор один? Ну, нет, соответственно, продавать я их не мог, но мне это и в голову, в общем, не приходило, что можно их продавать. То есть мы делали как-то там, ну, какие-то локальные джемы, еще что-то делаешь, просто игру там, не знаю, на конкурс или еще куда-то. А потом, в какой-то момент, когда открылся Greenlight, и парень там с сайта выпустился, и оказалось, что можно выпуститься вдруг в Steam и заработать деньги даже какие-то. Ну, и все, в какой-то момент я подумал, ну, не знаю, чем, собственно, я хуже там, чем он, и почему бы не попробовать. Тогда я решил вот тот, тот прототип, который на тот момент был, вот, его уже как-то переделать в такую, в коммерческую игру. Ну, и все, и, соответственно, я занялся поиском художников, на бэкграунды, на персонажей, музыки, и все доделал, выпустил. Это мы сейчас про друзей Рингори не шукали. Как ты вообще разрабатывал форум по вествованию, вот сценарий, как подошел к этому? Ну, во-первых, пока я делал вот эти все некетовские свои фановые игры, там я напробовался всяких бетамапных механик и всего прочего, вот, и поэтому именно боевые механики у меня уже были готовы, я знал, что я хочу, что, ну, как мне самому это нравится, и все такое. Вот, поэтому игра, как именно геймплейна, я ее долгие годы фактически делал в разных вариантах. Боевую механику, просто как они там ходят, где он ест, как там закуривает, и вот это вот все. А потом, значит, сама идея вообще вот именно игры как концепта своему, как выросла именно в этот сюжет и так далее. Вот, тут получилось как? Был такой, аниме было Руровани Кеншин раньше. Это сериал есть и есть Ова. Ова там несколько, вот, в первой Ова было 4 серии. И в конце, в 4 серии, вот главный герой, собственно, Кеншин, там его предала женщина, вот, и он идет, тем не менее, ее спасать к этому последнему боссу. Там красивая очень сцена такая, снег падает. Вот, он весь израненный, там куча этих врагов, боссов, он всех, значит, побеждает. И вот, вот это именно ощущение, что преданный герой идет все равно, так как он верен своим идеалам и продолжает идти до конца, невзирая ни на что. Это было первой отправной точки. То есть, это запало мне в душу вот эта сама сцена. Мне хотелось как-то ее, видимо, каким-то образом воспроизвести. Это было первое. А второе, это Кризис Корр Финал Фэнтези. Там в конце, соответственно, для фанатов Финал Фэнтези 7, всем было понятно, что главный герой умрет, потому что, ну, это канон. Ну, всякое может быть. Может быть, они там в последний момент передумали, и вдруг он оживет. Но, там, 99%, что Зак умирает. И когда наступает финальная сцена, он выходит, Клауд лежит, значит, за этим, за камнем, и он выходит сражаться, значит, со всеми этими. Короче, он выходит на последнее сражение, где он 100% должен погибать. То есть, и я, и любой игрок понимает, что он умрет. Начинается битва такая обычная, геймплейная. И вот ты играешь в этой битве, и, в принципе, можно отложить джойстик и сесть, сесть, посмотреть. Ну, потому что понятно, что просто тебе дали поиграть, и ничего это не решить. Вот. Но в этот момент, когда вот я сидел, играл, и я играю, нажимаю кнопки, и понимаю, что я не буду класть джойстик, что вот я до последнего буду сидеть. Ну, то есть, и там еще долгий, это такой момент, там, они прибывают, прибывают враги. И я думал, конечно, они вытянуты вообще дадут мне вот прям играть, ну, пока его реально не убьют. Пока там все полушины не закончатся, и пока он там не сдохнет окончательно. Вот. Но там они не вытянули, конечно, через 10 минут запустилась катсцена, где показали, что его там расстрелять. Вот. Но вот эти вот 10 минут, пока я играл, я понял, что я джойстик не положу. Вот этот момент, что я прочувствовал именно ощущение вот персонажа. И такого, в общем, ни в одном медиа, ни в каком другом ты это не можешь испытать. То есть, вот так ты можешь себя ассоциировать там с героем в кино или еще как-то приблизительно. Но именно вот прям прочувствовать вот на своей шкуре, я вот понял, что да, и я не сдамся, и он не сдается. И вот это вот, вот этот момент. Тоже, наверное, вот это мне тоже хотелось как-то передать. Поэтому у меня в голове была сразу концовка. То есть, я отталкивался от концовки ринговской, что вот преданный герой дерется до последнего, и ты дерешься до последнего. Ну, соответственно, вот преданный герой. Кто его предал там? Друзья, понятно. Потом я понял, что, ну, соответственно, чтобы почувствовать, что его кто-то предал, нам надо понять, чего он лишился. Для того, чтобы понять, чего он лишился, игрок должен это прочувствовать, все эти дружеские какие-то связи. Я не знаю, мне очень приятно было в ринге и Шикаве даже. Ты просто сначала не знаешь, что делать. Выходишь из дома и можешь просто пройтись, провести день этого, ну, по сути, подростка. И пойти в поле, закурить сигарету, убежать от гопников и вот эти все вещи. И тебе постоянно, как бы, эти ситуации, они вроде несюжетные сами по себе, но из этого складывается какой-то образ вот того мира, по сути, как он теряет. Я вот так это ощутил. Как ты понял, что они помогают повествованию? Бытовые сцены, они просто в любой игре, они всегда добавляют именно какое-то проживание. Потому что вот любая сцена, даже, например, нам не знаю, есть такое RPG, Arc the Light тактическое, на PlayStation был на первом. Значит, там, тактическое RPG, а между боями просто карта нарисована и персонажи сидят. И вот они сидят, и каждый там в своей какой-то манере. Ну, там, самурай меч затачивает, кто-то там спит, кто-то тренируется, растягивается, там еще что-то. И вот этот момент именно повседневности, который вдруг показывают, он сразу добавляет глубины. То есть ты видишь, это как вот если брать любой аниме-сериал, то там всегда есть сюжетные серии. И есть серия типа филлер, когда они просто отдыхают там где-нибудь, не знаю, в горах или еще что-то. Или вот эти серии тоже практически всегда одни из моих любимых. То есть ты за счет этого, так тебя просто вели как по какой-то геройской истории. А тут тебе покажут, что это все-таки живые люди, и ты к ним больше проникаешь за счет этих моментов. И в играх, когда такое бывает, оно тоже сразу добавляет. Той же там Final Fantasy, когда там висит груша, и ты просто по ней можешь ударить. Ну, а этот смысл никакого не имеет. Ничего не дает, там, ничего не открывается. Но то, что она висит, и ты можешь по ней ударить по мешку, это добавляет именно вот этого, не знаю, сопричастности к миру игровому. Поэтому я старался добавить именно все, чего мне самому хочется сделать в игре. Повседневность и больше про лекс персонажа. От игры, да, что ты можешь отыгрывать. В этом была сложность еще рассказать историю, потому что игрок, я не знаю, как он будет играть. Ну, если бы это были там этапы один за другим, то я мог бы выстроить сюжет более четко. То есть я бы знал, что через пять минут он будет приблизительно испытывать вот такие эмоции. Через 10 минут он там устанет от драк и будет, я дам вот это, там, еще что-то. А здесь, так как вроде бы играй свободно, ты можешь играть как хочешь, можешь драться, можешь не драться, можешь ходить в школу, можешь не ходить в школу, можешь с друзьями тусоваться, можешь с ними не тусоваться. Поэтому тут было очень тяжело выстроить. И кто-то, например, набросился сразу там на драке, и через там три часа игры ему вот здесь уже. И для него середина просела, потому что ничего не происходит, сюжет не двигается, вот. А делать ему уже нечего, ну, этот он уже отыграл. Поэтому это очень сложно было выстроить сам сюжет, потому что там есть поворотные точки классические, как в любом сценарии, там, вот это вот событие, которые то поднимаются, опускаются. Все это я пытался, пытался сделать. Для кого-то, кто более-менее, скажем так, усредненно проходил так, как я это предполагал, наверное, концовка там сыграла как-то лучше. А для кого-то она была вдруг, мы играли-играли, и вдруг игра закончилась. Почему она закончилась, там, совершенно непонятно. Там, с самого начала, на самом деле, непонятно, что делать, да. Ну, это я делал специально. Ну, во-первых, само понятие вот карты, оно для меня убило половину игр, ну, и убивает, продолжает убивать. Потому что любая игра, в которой есть карта, она превращается в треугольничек, бегает, вот, к квадратику. Ну, то есть я не смотрю вообще вот сюда. Вот экран, вот карта, и вот я играю вот так. И там горит вот этот вот, чекпоинт, куда ты идешь. И, соответственно, здесь вот идти по, там, горы, там, я не знаю, 3D-модели какие-то великолепнейшие, вот этот весь мир. Но я вот не смотрю на него, он краем глазом где-то вот здесь, а я смотрю на карту. Поэтому всегда, когда есть карта, ну, для меня мир практически отсутствует. То есть я понимал, что будут игроки, которые скажут, где карта, мы не знаем, куда идти, мы не знаем, что делать, это игра говно и до свидания. Ну, понятно. Но были игроки, которые, наоборот, им это понравилось, которые сказали, карты нет, мы не знаем, но вот когда мы стали узнавать, и это элемент уже exploration, и вот, соответственно, мы знакомимся с миром, узнаем все. Это тоже, в общем-то, геймплей, открывать новые локации для себя и запоминать их. Это, во-первых. Во-вторых, мне нужно было передать растерянность, в принципе, персонажа самого, что он в целом не знает, что ему делать дальше. Там друзья все более-менее как-то определились там по-разному, кто куда, кто в криминал, кто там в институт. Какие-то у них цели появились, они пошли вот этими дорогами. То есть изначально они были все вместе, я пытался показать именно кольцевой этой композиции, что вот они едут все, значит, сейчас мы будем легендами, все нормально, значит, пацанская идеология. А в конце та же самая сцена, где ринг едет один, и, соответственно, все разбежались, вот он один остался. Вот. Это тоже надо было как-то показать. В том числе я добавил вот этот элемент того, что растерянность игрока самого, что он не знает, что ему делать, что дают какие-то события, что дают сигареты, зачем их курить. До сих пор почему-то считают, что сигареты прибавляют энергию, вот, хотя энергия просто устанавливается со временем, и от сигарет никак не зависит. То есть курит он просто ради эстетики. Также он фактически ест ради эстетики. В целом еда именно сделана для того, чтобы ты пришел в кафе, заказал то, что ты хочешь, поэтому вся еда абсолютно одинаковая. Ну, то есть если дорогая еда, она прибавляет больше, а дешевая еда прибавляет меньше, но приблизительно в равных пропорциях. Нет какой-то еды, которую выгоднее купить для того, чтобы быстрее наелиться. Вначале она была, это были маффины, ну и вот я сам даже знаю все это, зная, что я играю для эстетики, но зная, что маффины более калорийные, вот, я приходил в игру и сам покупал всегда маффины. То есть как только появляется какой-то вот читинговый момент, что игрок понимает, вот этот путь короче, чем вот те, то все те пути, все, их, считай, нет. Я видел, по-моему, на Катаку фотографии, где ты некоторые моменты какие-то, позы из игры и прочее. Там все, все позы, все, все, всю боевку, все. А ты сам занимаешься боевыми искусствами? Ну да, я занимался, ну сейчас продолжаю, сейчас боксирую снова, потому что ногами не тяжело уже, ну с возрастом, суставы тяжелее растягиваются, растяжка падает. Вот, а так да, я, ну Саша со школы занимаюсь, боксом занимался, потом кикбоксом, думаю, сейчас продолжаю ходить. А создание игры это твое основное занятие, ну вот как работа именно? Да, ну там, понимаешь, я, так как это было как хобби, я этим делал, в общем, занимался на работе. А потом в какой-то момент, и уже я делал ринга, уже его практически даже доделал, еще продолжая работать. Вот, и в общем-то никакого смысла увольняться не было, ну потому что времени на работе мне было, вот, я даже дома не делал. Я чисто приходил на работу, выполнил, и сидишь, вот. Вот, но мне показалось, что это, ну, как-то риска-то нет никакого. Ну, должен быть риск. Ну, то есть, чтобы что-то выиграть, надо чем-то рискнуть. Я просто еще и игрок старый, там, в казино, и прочее, ну, завязал давно, но тем не менее. Вот, поэтому не рискую ничем, сидя на работе в комфортных условиях, там, спокойно в свое время кодирую. Я понял, что это, ну, то есть, если я выпущу игру, она не взлетит, и то я потом всю жизнь буду думать, блин, надо было рискнуть, я задаю, вот, у меня было дело, а я даже не рискнул. Ну, то есть, что я за человек такой. Ну, думаю, мне надо рисковать. Поэтому я пришел, сказал, свидание, ребята, я уволю. И вторую игру, по сути, ты сейчас выпустил уже, это вот, был основной твой проект, ты сейчас работаешь? Сейчас, нет, все, нет, там тоже я уволился и доделал у ринга. То есть, я не доделал и уволился, я именно, вот, ну, тогда бы риск, опять же, не было бы никакого. И там еще был такой момент, что я, когда уволился, у меня хорошая, в общем, была должность, вполне такая, деньжная. За неделю до выхода предложили вернуться, там, в другую контору, тоже на, значит, хорошие деньги, все. Вот, и мама мне говорит, ну, может, все, типа, ну, ты попробовал, типа, ты хотел рискнуть, вот, рискнул, ты доделал, сейчас, что, пора, может, на работу нормально устроиться, а уж, ну, игра готова, все, все, ты все сделал. Я говорю, ну, подожди, что, я еще не проиграл еще, не взлетит, тогда пойду работать. В общем, заработать удалось как-то так, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну, понимаешь, вначале, когда на Windows, на Windows, на Steam выпустилась, ну, нормально, ну, так, скажем так, сравнимо было с моей зарплатой, которая была. Еще, там, год я мог чего-то делать, а потом, когда уже вышел на Switch, то, ну, Switch принес там денег каких-то. И когда Switch принес денег, вдруг откуда-то пришли китайцы, стали играть на Steam и тоже принесли денег. Откуда они пришли, кто не знает. Почему они пришли? То есть на этом, по сути, выхлопит и доделал вторую игру. На выхлопе я доделал, да, сейчас она провалилась уже, да. Может быть, еще что-то принесет Switch на второй игре, может быть, а может и нет. И как ты к этому относишься? Ну, как, я не то, что я обрадовался, естественно, вот, но с другой стороны, я рад, что я, как это было. Хорошо, что это случилось, вот так, именно. Потому что в целом у меня идеология такая, что я делаю ради процесса, а не ради конечного результата. Ну, то есть я полтора года занимался разработкой игры, вот сейчас второй. Это прекрасное время, вот, каждый день, грубо говоря, я получаю удовольствие. Садишься, занимаешься там своим любимым делом, и это полтора прекрасного года. Если ставить в главу угла именно результат, то тогда это полтора года стресса, плюс-минус. Ты вроде бы и доволен, а вроде бы и хрен его знает, какой будет результат. А вдруг игра провалится, а вдруг ее там не воспримут игроки, а вдруг еще что-то. И вот эта радость омращается каждодневно. И вот этот результат, который, от чего он зависит, никто не знает. Почему одна игра взлетела, а другая провалилась, я не знаю. Вот, поэтому моя идеология в том, чтобы наслаждаться процессом. А какой будет результат, не так важно. Когда игра вышла и провалилась, я понял, что я, в общем, в целом не расстроен и нормально начал уже новую. Ну, провалилась. Ну, то есть, я бы, конечно, хотел, чтобы она взлетела, но то, что она провалилась, мне как-то не поставило под сомнение ничто из моих убеждений или там самомнение какого-то. То есть, я знаю, что игра отличная, на мой вкус, естественно. Потому что другого критерия нет оценки для автора. То есть, ты, по сути, только анализируешь то, как ты ее воспринимаешь. Ты говоришь, в ринге ты делал вещи и сразу осознавал, что, возможно, игроки отвалятся, не поймут. И спокойно это как бы принимал. То есть, ты не пытался изучать, анализировать? Нет, нет, нет. То же самое с разными концовками. Ну, то есть, дураку было понятно, что половина игроков скажет, это такая игра, тут можно делать выборы, а почему же концовка одна? Ну, то есть, мы хотим разные концовки. Ну, понимаю. Вы хотите разные концовки, но мне, чтобы донести мысль, надо сделать одну концовку. Я сам люблю разные концовки. Может быть, вот сделаю игру сейчас с разной концовкой. Но здесь мне нужна была одна концовка. Я долго тоже думал, потому что я думал, если вообще, даже у меня была, в какой-то момент я хотел сделать не друзья ринга из Шикава, а друг ринга из Шикава. И ты создаешь персонажа, играешь вообще вот как угодно, с разными концовками там и так далее. А ринга, история ринга идет на заднем фоне. То есть, типа, главный герой ринга, а ты вот такой вот второстепенный персонаж. И вот мы смотрим за ринга, и ты можешь к нему присоединиться, как друг. Ты вот там друг детства, пришел в школу, туда-сюда, можешь к нему присоединиться, можешь не присоединяться, и все это. Но потом я понял, что это так не прокатит, потому что игрок все равно ассоциирует себя с тем, в кем он играет. И никогда какой-то там второстепенный персонаж, хоть там назови игру его именем и как угодно, он все равно не станет для игрока главным. Вот, и история, в общем, просрется ринговская. И какая-то мысль, которую я пытаюсь донести, и там эмоции, вот это, это все, ну, не прокатит. Поэтому если, и даже если бы был другой вариант концовки, тоже это уже было бы немножко не то. Ну, то есть, мысль в том, что вот ты пытаешься ухватить друзей, детство там уходящее, еще что-то, а сделать ничего нельзя. Все равно, жизнь движется, и ты уходишь. Все уходит. И это надо прочувствовать. А как прочувствовать, если это будет 10 концовок, здесь я там, не знаю, поговорил с девочкой и выполнил три квеста, и теперь концовка другая. Ну, так не бывает. А как ты подходишь вообще к написанию сценария, то есть с технической точки зрения? Как он выглядит, сценарий такой игры? У меня есть три критерия, вот, в котором игра хороша и может быть культовой для конкретного персонажа, для конкретного человека. Первое, это эстетика, самое главное. То есть, если эстетика, вот, заходит игроку, то он может простить практически все. Какой бы там ни был геймплей, там, все что угодно. Вот, эстетика, это первое. Вход. Если эстетика зашла, и геймплей не, так скажем, выносимый, то это уже, вот, для обычного человека будет нормальная игра. Если геймплей хороший, увлекательный, то есть просто весело играть, и в твоей эстетике, то это уже, ну, прям, не знаю, прекрасно. И третий момент, что игра должна что-то тебе вот оставить такое внутреннее какое-то переживание. Если вот это сошло, и эстетика, и геймплей, и внутренние переживания, тогда это вот остается у тебя как-то, ну, вместе с тобой каким-то воспоминанием таким, душевным. И, ну, мне, естественно, хотелось тоже делать сразу какую-то вот, ну, душевную игру, чтобы она запомнилась людям. Чтобы кто-то там прошел и, там, зарыдал, грубо говоря, в конце. Вот это критерий. А так, ну, сделать просто, что они там дерутся, ну, не знаю. Ну, как-то я цель-цель себе такой не ставил, что дай-ка я сделаю просто игру, которую весело играть. То есть я хотел, чтобы именно что-то осталось. У меня был момент, что обычная боевая сцена, дерешься хп почти на нуле, друзья. И тут я понимаю, что я не хочу, чтобы отмоталось еще несколько часов, я сбежал. Ты продумал такие моменты тоже? Ну, то есть, по сути, с нарративной точки зрения посмотреть, ты взял и бросил? Ну, конечно, продумал, да. Ну, я продумал, хотел я даже вначале делать такие, чтобы они реагировали на это. Чтобы ты потом приходил там в школу и сказал, ну, ты что, Ринга, сбежал кто-то, типа, такого. Но потом не помню уж, почему я от этого отказался. Может быть, потому что слишком сложно, слишком уж навороченно это было. В школе, например, нельзя бить, почему, опять же, своих одноклассников. Потому что, если ты начнешь их лупить, то, ну, то есть игрок вроде бы играет как хочет, но при этом он должен в образе оставаться, именно того персонажа, который он написал. И если вдруг Ринга будет ходить всех там направо-налево отжимать кошельки, своих даже, понимаешь, то есть у него, типа, вообще ничего святого нет, никакой там идеологии. А игроку-то наверняка захочется, он постоянно будет ходить, там, лупить этих одноклассников. Вот. То потом будет странно звучать его вот размышления там о каком-то, о чем-то там. Вот. Поэтому пришлось это, там, обрезать функциональность. Вот. Но убежать, не убежать из драки я... Ну, закрыть просто этими, вот это я точно не хотел. Тут вариантов-то было немного. Либо закрыть, либо что они реагируют. Но то, что они реагируют, тоже я не очень хотел, потому что как-то, ну, ты быстро первое время особенно будешь убегать, потому что ты слабый, вот, и получится, что сразу Ринга такой не такой крутой это. То есть я так предположил, что они закрывают на их глаза, и, в общем, типа, все эти прощают. Плюс они же там продолжают драться, ты можешь вернуться и подраться с ним. Ну, это я думаю, конечно, да. Чтобы геймплейные моменты не шли в разрез со всем остальным, со всем, со подачей, с персонажами и всем прочим. А у тебя сначала эстетика или история появлялась? То есть вот ты взял, например, японскую школу? Не, эстетика, прежде всего, всегда. То есть прежде чем ты придумал о чем, чем кончилось, ты сказал, что отталкивался от финальной сцены. Отталкивался, но эстетика-то у меня уже была, сцены, потому что уже я работал с этим, с Никетов, я уже в него врос, в эстетику школы, школьных банды. Тут еще дело даже не в этом, не совсем в эстетике. Все-таки в игре, когда я начинаю разрабатывать, главное геймплей. Геймплей, он состоит из базы, базовую, скажем так, геймплей. Из там одного-двух действий, которые игрок выполняет на протяжении всей игры. Ну, если там вот эту последнюю игру брать, это, соответственно, стрельба. И для меня это вынимание пистолета. Вот это первое действие, и второе, то, что ты стреляешь. И вот это вот два действия механических, они должны быть идеальны, опять же, с моей точки зрения. Идеальные вот механические. То есть игрок просто вот тактильно должен получать удовольствие от этого. Ну, как если брать, например, какой-нибудь там зуму, где шарики кидаются. Там просто приятно вот нажимать на кнопку, шарик попал, и все взорвалось. Вот главное действие. И оно у них идеально сделано. Поэтому ты сидишь и вот нажимаешь, 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 нажимаешь. Вот. Соответственно, здесь то же самое. Я добивался того, чтобы мне самому, опять же, другого больше спрашивать некого, ты достаешь пистолет, вот просто, раз, достал пистолет. И уже, блин, думаешь, круто, класс. Классные ощущения, что ли. Раз, достал пистолет. И убиваешь врага. Убил врага и ощутил вот кайф какой-то. Все. Это вот базовая механика. То же самое в ринге, это был там битэмап. А вот теперь, когда вот базовая механика есть, вот теперь я могу выбрать сеттинг, в принципе. Ну, вот у меня есть вот это вот. Это что может быть? Ну, соответственно, сразу может быть как-нибудь якудза, вот это гангстерские там воины здесь, там в 30-х годах, ну, вестерн какой-нибудь, вот еще что-то. Теперь я вот уже выбираю, ну, это уже ограничено. То есть это уже не космос, там, не еще чего-то. В космосе будет, ну, выстрел там другой и так далее. Вот эстетика уже ограничилась. Из нее я смотрю дальше. Поэтому для битэмапа там эстетика вот этих японских банд, ну, она лучше всего подходит. Опять же, если не ударяться там куда-нибудь в какие-нибудь там кунг-фу дебри, ну, там уже тоже совсем другое. То есть мне нужно было, чтобы были и подростки тоже близко. Ну, у каждого человека есть близкие ему эстетики, понятно. И вот выбор происходит после все-таки того, как есть геймплей. Геймплей, потом эстетика, а потом уже я представляю сцену. То есть какую-то. Обычно финальную, может быть, ну, не всегда финальную, иногда может там среднюю еще какую-то. Ну, какая-то сцена. И в сцене ты уже понимаешь не только эстетику, а уже какое-то настроение уже пошло, какая-то вот мысль, какое-то чувство, которое там есть. Я-то знаю ее, я-то уже ее испытал, потому что вот, ну, я ее сам представил сцену. А как игроку-то теперь это понять? И вот под это уже строится все остальное. И дальше я уже смотрю, что вот это ухудшит. То есть, например, там, я не знаю, карта улучшит навигацию в игре, но она ухудшит ощущение растерянности персонажей. Значит, херкажет. То есть, урезается, чтобы все работало на идею. Если не работает на идею, а мешает, пусть даже это будет там лучше. А ты используешь тестеров? Вот ты сказал просто, что очень много на своем субъективном опыте. Те же там механики, ощущения пистолета. Тестеров нет. У меня так сложилось, я сижу в чате с двумя замечательными людьми. Значит, это девочка и мальчик. Они очень умные, во-первых. Во-вторых, адекватные, что большая редкость в интернете. И, в-третьих, ну, чувство стиля какое-то близкое. Ну, тут это важно, чтобы вот именно чувство стиля, вкуса какой-то было похоже у людей. Потому что, если оно... Там я показывал другому, например, человеку, там, с формы того же ринга. Он сказал, а, это Саратов. Что-то игру про Саратов сделал. Какие-то гопники наши. Я думаю, ладно, все, спасибо. А японцы мне потом пишут, блин, ты что, в Японии жил? Я говорю, нет. А вот, ну, даже вот прям вот все четко, прям все бэкграунды, вот прям как у нас. Ну, вот хой и ностальгер. Ну, поэтому, вот я снижусь с ними в чате. Эти девлоги, это я не веду ничего. На форумах тоже там сразу все набрасываются, как эти... Ну, я и сам, в принципе, такой. То есть я тоже не, как это, не подарок. То есть когда выкладывают игру, говорят, скажи-ка, что думаешь, я говорю, это говно. Ну, и мне, собственно, в ответ точно так же все бывает. И вот я сижу с ними, с думая. И какая-то идея у меня появляется, я говорю, вот смотрите, у меня такая идея. Они мысленно начинают тестировать. Ну, там. Ну, а если игрок пойдет туда, там, туда-сюда. Мы это, ну, размышляем. Размышляем, и, соответственно, тут как-то я начинаю понимать. А потом уже, соответственно, геймплей я тоже им даю. То есть я им даю билд, они играют, дают свои, там, какие-то комментарии. Но вот тут правило такое меня научил, вот, Стивен Кик. У него есть группа людей, когда он пишет рассказ, там, где-то 8-9 человек. Ну, близких, там, жена у него главный критик, плюс, там, какие-то друзья, которые тоже близки ему по духу, в принципе. Потому что спрашивать просто, вот, неизвестно кого, а тебе нравится, ну, его мнение ничего не значит. Может, ему не нравится, может, вообще, ну, то есть он настолько, может быть, нецелевой аудиторией, что его мнение не имеет никакого значения. И вот есть у него 8-9 человек. Он показывает там какую-то сцену и говорит, ну, что думаете? 5 человек сказали, что это дрянь, а 5 человек сказали, вот, вот такая сцена. Вот он говорит, если хоть там трое из девяти сказали, что вот сцена вот такая, значит, сцена хорошая. Ну, то есть сцена не может всем нравиться. Но если она хоть кому-то зашла из тех, кому он, мне никому он доверяет, значит, все нормально. То же самое, если я им показываю какое-то решение, и один говорит, это дрянь, а другой говорит, это класс, вот, то я, скорее всего, думаю, что это класс. Ну, в общем-то, мне хочется, конечно, что оба они сказали, что это, что это хорошо, потому что так как-то мне спокойнее. Что я думаю, ну, ладно, вроде бы этот умный человек сказал, что это хорошо. Но, тем не менее, например, про карту один говорил, что игроки не поймут. В самом начале нет, ну, надо дать хоть что-то игроку, хоть какую-то цель, потому что иначе они растеряются там. Вот у него было такое мнение. Что девочка говорила, сейчас не вспомню, может быть, на моей стороне было, может, нет. Но есть какие-то моменты, когда они идут вразрез, вот прям совсем с моей. То есть, скорее, я жду подтверждения того, что я сам думаю. Либо они что-то находят, и тогда как-то я пытаюсь это коррелировать. Вот у меня два тестера. И таких интеллектуальных, и геймплейных, и больше, в общем, не надо, потому что критика, по большому счету, вот критика, я считаю, что это бесполезная вещь в целом. Как Гертруда Стайн говорила, подруга Пикассо, что художникам не нужны критики, им нужны обожатели. Ну, так как я сам лично делаю один, и в целом, в общем-то, ориентируюсь, естественно, на себя, то мне эта критика, она меня только расстроит. Ну, то есть, мне скажут, игра говно. Я подумаю, блин, плохо, чёрт, я думаю, это хорошая игра, оказывается, это говно. И дальше всё непонятно. Поэтому я не вижу смысла в тестерах, которые там будут говорить, что это погиб. Ты сказал, что тебе японцы писали, мол, а ты там жил. Как ты подходишь к такой кропотливой проработке? Как ресерчишь, ищешь референсы? Ничего не ресерчу, никаких референсов. Ну, понимаешь, сюжет, это я понял, когда книги стал читать, в большом количестве. То есть, например, даже книга про африканское племя, куда пришли внедрять христианство, и мне всё понятно, что там. Ну, вот, описание, ну, всё понятно. Понятно, потому что, ну, человеческие эмоции, они, ну, не сильно, я думаю, отличаются. Ну, то есть, мама – это мама всё равно. Там, то, что тебя предали, тебя предали. Там, друг – это друг. И поэтому, ну, это всем понятно. И сюжет такой, он про, там, молодость. Она всё равно, у всех всё равно все приходят, там, эти все... Возрастной, как он называется, подростковый, этот переходный период. Вот, приблизительно, там, у всех, вот, какое-то одинаковое ощущение во всём мире, у любого человека. Вот. Поэтому они мне и испанцы пишут, и американцы пишут, и японцы пишут. Это всё, это всё про нас. Как ты написал? Идея, я и не думал ни про них, ни про кого. Я писал просто, ну, диалог. Вот, парни пришли. Это, это про ресерч вот такой. А ресерч именно бэкграундов? Да, да, да. Тут вообще не моя заслуга. Тут Артём Белов, это супер, вообще, художник, мастер. Я сказал просто, мне нужна школа. Ну, соответственно, у меня уже был, плюс к всему, в прототип. Прототип уже вообще всё было. Все механики практически, школа вся была. Всё выдрано, естественно, из Нигетсу, но там всё уже было. Я ему сказал, вот мне нужен там, не знаю, мост вот такой. А здесь должен там перекрёсток быть, а здесь ещё что-то, здесь ещё что-то. И он просто всё это нарисовал. И в итоге, вот он всё это нарисовал, и в итоге, когда мы делали портирование на свитч, там перепроверяли издатель китаец, и был японский переводчик, который всё это перепроверял и бэки тоже. И на всех бэках, там я уж не помню сколько их, там 60, там около 70, они нашли одну ошибку только, одну, на какой-то там вывеске. Ну, то есть он настолько кропотливо всё это подошёл, вот без всяких там, я не знаю, как обычно российские вывески в иностранных играх, вот этими вот буквами, какими-то непонятными словами. А он сделал вот так, что даже вывески там все правильно. То есть даже иероглифами написано, всё верно. Так, поэтому тут мои заслуги вообще никакой нет. Это чисто вот, вот он так нарисовал, я посмотрел, думаю, а, отлично. И, ну, как это, понимаешь, я стараюсь вот находить таких людей, которыми, которыми не надо ничего объяснять. Ну, то есть как вот я, когда ещё волосы были, приходил к прикмахеру и пытался объяснить, как я хочу постричься, это невозможно сделать. Он всё равно стрижёт так, как он умеет. Ну, то есть вам как? Ну, мне вот здесь там покороче, здесь вот это, да, вот это, да, 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 раз, и вот как он умел приблизительно, как он понял, так он и сделал. И поэтому в итоге ты там находишь какого-то мастера, который стрижёт тебе так, как стрижёт, тебе нравится, ты просто к нему приходишь, он говорит, как в прошлый раз, да, как в прошлый раз. Может, что-нибудь новенькое, ну, там, нет, давайте как в прошлый раз. Всё, и вот как в прошлый раз и делать. Поэтому то же самое, я дал тестовое задание, он прислал, я посмотрел, это вот похоже на то, что мне нужно. И всё, и на этом мы закончим. Какой-то был бэкграунд, он, выложил я его на форум, а, я хоть, ну, не суть, короче, какой-то бэкграунд попал на какой-то форум, и там тут же пошла критика, понимаешь, тут же критика пошла. Бэкграунд попал, тень не так, там, ветки так не лежат, там, ещё чего-то, вот. И он, этот, Артём где-то прочитал этот, тоже попал на этот форум, и пишет мне, слушай, ты их не слушай, тени все правильные, там, ещё чего-то. Я вот раньше рисовал руками, всё, ну, я говорю, да забей-то, я даже не слушаю-то. Прекрасная картинка, какие тени? Ну, то есть вот это вот до мелочей, я не знаю. Ну, если оно работает. Оно работает, но ты смотришь, вот, общее впечатление, оно, оно работает. Так же там с музыкой, ну, как я объясню, что я там хочу. Поэтому, собственно, с этими мы разругались очень быстро, с музыкантами, через три трека. И пришлось мне, там, месяца три или четыре сидеть на стоках. Но это в итоге для меня вышло лучше, то, что на стоке тоже готовые треки. Я просто слушаю и понимаю, подходит, не подходит, подходит, не подходит. А когда вот заказываешь, ну, тяжело было работать, действительно. На тестовое задание они прислали, с кем я начал работать, они прислали трек. Я послушал, думаю, блин, это финальный трек. Ну, это прям вот то, что мне нужно, со всеми, там, саксофоном, где я нужно, он вступил. Прям мне душ рвет, все, это то, что нужно. Я им говорю, это классный трек, ребят, давайте, давайте работать. Да, давайте работать. Они сделали еще вечернюю тему тоже, супер, суперскую. Вот, школьную тему уже что-то пошло не так, мы ее так и не доработали. Я потом сам ее склеил из их отрывков. Вот, а следующий уже что-то там пошло не так. Ну, и дальше мы там не сошлись в характере, но не суть. Но смысл в том, что тяжело, потому что где-то попали, а где-то не попали. Где найти такого вот профессионала? Поэтому я ушел на стол, и там просто выбирал. А с бэкграундами, ну, и то же самое вот сейчас мы делали для этого. Там вообще великолепную работу проделал. То же самое я говорю, Артем, мне нужна там улица французская. Все, он делает французскую улицу. Мне нужны крыши. Я даже не говорил там, какой там ракурс, еще что-то. Крыши мне нужно. Ну, присылает. Вот сейчас мы делаем мангу, там, с девочкой, с японкой. Там уже, понимаешь, когда есть какой-то конкретный, ну, там идет драка, например. И в драке, ну, я уже понимаю, какой конкретный кадр я приблизительно хочу видеть, там, какие удары, там, и так далее. Вот, там уже я больше ей говорю, что вот все-таки вот этот мне нужен там кадр, или еще чего-то. Но какая-то сцена, где они идут, тоже там. Мне надо вот сцены, где они идут. По сюжету там. Ну, идут там по улице. И она рисует там какие-то кадры, как они идут. Ну, раскадровку. Ну, я смотрю, ну, да, нормально. Хорошо, попало. Где там какие-то супертонкости? Как выглядят твои игровые сценарии? Ну, то есть, какие-то блоки, где написано, вот в этом моменте персонаж может сделать то-то, то-то и то-то. Как вот документ именно. Как документ я пишу все в текстном файле просто. Ну, соответственно, есть финальная сцена, есть понимание поворотных точек. А дальше, соответственно, я просто пишу диалоги. Ну, я понимаю, что там мне нужно 10 кат-сцен. Здесь будет приблизительно это, здесь будет приблизительно это, здесь будет приблизительно это. Но они так и приблизительно описаны. Первая там, в ней, там, ринг поговорить с кеном, вторая там, это-то-то-то-то-то-то. Все, а потом просто я вечером сажусь. Так, какая сцена? какую как какую есть настроение написать как кен говорит среди ну ладно говорится и мы поехали вот они мы представляешь как они говорят и записываю как это как это представляет то мечтаю желательно отстояться еще на следующий день сразу иногда часто будет она пишет думаешь блин класс а там на следующий день читаешь это это ерунда идет похоже там диалог все нормально по соответствует с персонажем не соответствует там этот пошел код не в не в ту сторону и к своей работе я не не отношусь бережно то есть когда художник нарисовал мне очень жалко его просить перед перерисовывать но он нужен рисовал и даже если мне не очень нравится например когда он нарисовал пояс мне не очень понравился я говорю артем давай перерисуем пояс там он что-то перерисовал вначале по моему первый там какой-то вариант взял мне тоже не очень понравилось я понял что если сейчас второй раз попрошу переделать то он уже расстроится и человек потеряет мотивацию поэтому я не план давай отложим сейчас будем дальше а и вернемся к этому вот ну и все и потом через несколько месяцев привык уже к этим бэкграундом и вроде смотрю да и вроде отличный поезд чем это не нравится чем зачем я это делал а к своей работе я так и застараюсь не относиться и мне не жалко там написать текст и выкинуть или там механики то же самое ну механики очень много пробуя себя и очень часто приходится там я не знаю месяц потратить на какую-нибудь реально вот там месяц сидишь программируешь внедряешь какую-то механику а потом понимаешь что нет ну выкидываешь и закомментировать но мне не жалко то есть для меня понимаешь опять это был фан пока я делал даже механика с но был фан и он не пропал даром я уже ну я уже получил удовольствие тут у тебя теперь надо еще получить удовольствие делать другую механику лучше конечно ну да да я даже не могу сказать но это как исследовательская работа ты сидишь ими там просто пробуешь попробовал мне чё-то и современ не пошел кому-то даешь на вычетку сценарий идеологи учился писать просто читал книги это копилось копилось потом выплескивалась идеология всегда писал там классы не знаю что что ли 7 как научиться писать диалоги я не знаю какое чувство диалог должен ну должно быть я имею ввиду не то что с ним родился а просто как как-то она воспитывается может быть ты смотришь какие-то там я читаешь книги с хорошими диалогами не знаю может быть рядом там отец разговаривает как-то красиво из красиво строит фразы и какие-нибудь шутки это как-то воспитывается наверное вот как как-то так то есть каком-то моменту ты уже имеешь некое чувство диалог или не меньше поэтому с диалогами в общем нет проблем то есть ты никогда там не записывал как вот люди говорят наблюдение не вёл вот без этого ну я достаточно наблюдательным принципе ну просто вот так и память у меня хороший поэтому я хорошо хорошо помню там все сцены кто что сказал кто кто как там куда посмотрел просто ну надо много писать помимо какого-то чувства которое вырабатывается ну все равно там я не знаю если начинать там вот стихи например даже описал ну как миллионы людей первые стихи они всегда плохие то есть нельзя сразу взять и написать прекрасные рифмы это всегда пишет плохие стихи а потом если у тебя есть как-то вот сама критика какая-то и какой-то вот ты чувствую развиваешь себе вкус то тогда ты понимаешь что там вот это плохая рифма надо пытаться там найти и ты пишешь пишешь потом они как-то ну все-таки они становятся лучше может быть там до кого-то предела может быть может там больше которого не принято может и прыгнуть ну я не знаю но тем не менее любая работа даже в таком деле она улучшает но тут на ночь сама критик нужно конечно если ты постоянно в одном стиле все это хреначьи плохие стихии не видишь что не платишь это везде а глагольные рифмы и там какие-то образы совершенно банальные вот и не хочешь даже ничего пробовать и закрываешь глаза это меня все хорошо ну тогда развитие будет ну обычно обычно опять же любой человек ну мне так кажется не знаю как же за любых я могу говорить но мне кажется что дураков нет то есть человек видит даже если он вот прямо пишет все время плохие стихи самым все равно знаешь ну как-то он вот не знаю за счет чего-то там закрывается и вдруг отгораживается от всего не хочу признавать что у меня плохие стихи там но но все равно он знает если вот его прям вот схватить сказать говорит почему вторая игра ареста каменного в визуальной точки зрения она прям очень-очень отдает иногда ринга ну знаешь если бы мы говорили о 3d как будто даже ассеты ну как отец это ну город то совсем другой но я понимаю но все вот такое прям ощущение почему-то от движения от того как выглядят персонажи ну смотри персонаж естественно выглядит очень похоже на ринга потому что он тоже в пиджаке тоже нарисован собственно теме же ход тем же художником моим отцом и мной соответственно в том же самом в общем-то стиле вряд ли он должен как-то выглядел бы вдруг по по-другому это во первых во вторых даже если вот артем нарисовал другой город и он совершенно другой других там тонах и это и прямо и страна другая но тем не менее какая-то видимо личность художника проявляется и чувствуется что это общем тот же самый человек это во первых вот во вторых ну проекция собственно было бы вот так был бы по-другому а так сбоку персонаж в костюме уходит приблизительно там также но анимации там все новые там соответственно ничего другого нет поэтому она естественно похоже вот ну что прям вот с это те же самые ну не знаю назовем это стилистикой сейчас вот в новая игра будет совсем по-другому потому что будет вид другой будет персонажа вот такие вот 22 пикселя и вот и все будет по-другому палитру были у тебя аниматоры тоже со стороны вот и у меня были деньги однокопленным вот я думаю вот я накопил денег хочу хочу сделать игру пришел там на форум ребята я хочу сделать игру мне нужен художник вот я готов столько платить ну вот с таким посылом и папы понеслось игра говно ты говно я за работу пришло предлагать не совет спрашивает ну мне в каждый высказал это вот реально месяца два или три потом вдруг вот артем нарисовал спас а потом я осталась как художника на персонажей ну и в общем я так и никого не нашел а и отец у меня на пенсии сидит и он вдруг занялся этим живопись я как-то говорю попробуй ночью попробовал не ерунда как эти точки и будем ну очень ладно нет нет и вот я искал потом уже отчаялся ягу и матери говорю встретился бы ремонт и поговорим уж все-таки он попробует ну не то что он там не знаю был художник какой-то но хоть потому что у меня не было никого то есть не никому вот я буду пусть хоть какую пусть хоть попробует но я поставил уже программ тоже первый раз он какой-то там видимо дикую программу еще поставил поставил программу при нём показал вот что вот пиксель здесь берется вот здесь устроя сберет сейчас ну чё твой вот попробуй вот тебе там удар ну 800 там сюда пробую вот его в пикселей изобразить ну он прислал что такое более-менее похожи давай попробуем и вот постепенно 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 первый там страшный совсем рисунки потом постепенно лучше 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 и в итоге там вот самого ринга где-то 800 шли кадров ну прям разный кадр раз это один кадр и другой кадр прохожих что-то около 150 что девочек еще там ну короче такой путь штукой количество анимацию нарисовался поразить ну и все я посмотрел ну и меня устроило я смотрю нормально держится хорошо а ну и в итоге вот а анимации мы делали так как как-то саму анимацию я более-менее понимал как делать потому что я в детстве делал мультики кукольные из базовые принципе понимал ну то есть как сделал чтобы удар именно чувствоваться как удара там они не был медленным или еще каким ну все им говорил что нам мне нужен кадр такой 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 потом я стал делать фотки свои ну чтобы понятно потому что так из головы тяжелом риса ну и он вот клал фотку и не то что у меня он ее не обводил там некоторые думали что это ray tracing футку клал ее обводила вот получался кадр ринг нет он просто смотрел на фотку и делали ну и так все позы а ну и соответственно так как я с отцом стал работать то мне стало проще давать задание потому что если бы я работал с наемным художником отсюда я тут собственно тоже платил вот но это за отсюда вроде бы платишь а вроде бы понятно вот и поэтому там вместо одной позы сиденья я буду делать 10 после давайте поэтому так сидит так сидит так сидит там так сидит давай там персонаж будет стоять у этого столба давай и он там в 10 опять же позах там стоит а там давай ходьбу сделаем не одну а четыре разных там и такую 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 давай если бы я считал деньги это было бы наемный то конечно это он там был бы одна наверное поза всех все сидели бы вот так стояли бы вот так и тогда ну не одна конечно ну в общем это было просто мне именно расширять количество анимации там и все я делал кадры какие он их рисовал головы мне пришлось рисовать с головами не очень хорошо получилось ну разные лица там и девочки вот артем нарисовал все грамм кроме там одного потому что пока я нарис начинал рисовать по background на там одна девочка успела нарисовать бар и потом слилась то сам нарисовал бары и заплатил говорю да давайте дальше и больше не слышал не видел насколько производство игры в итоге по времени отличалась от того что ты предполагал обоих причем их 2 прям никак не отличалась то есть ты прям закладывал конкретный какой-то период и знал что закончишь тебя как настроен процесс геймплей у меня получился очень быстро геймплей был готов а дальше ты смотришь только насколько сколько артем еще рисовать бэкграунд и вот в этом и не попали там буквально пару месяцев но этот такой знаешь пару месяцев не на это ошибиться то есть там 50 бэкграундов один бэкграунд он рисует там к примеру три дня условно ну соответственно 3 на 50 это 150 дней плюс там умножим еще там на чем-нибудь плюс я на предыдущей работе это все это просчитывал всякие техзадания и прочее трудоемкости так что не проблема но это ты с учетом того что вы говорили сам себя должен как-то это с этим я тоже проблем нет сам себя я учитываю очень легко потому что ну главный принцип которому я пришел какой-то момент и в общем он работает надо просто каждый день черт дел не важно чего без разницы плюс ко всему если ты за один делаешь у тебя и такие задачи такие задачи такие задачи такие задачи хоть какая-то задача да будет достаточно легкой чтобы ее сделать либо достаточно интересный чтобы то есть бывает никогда ничего не хочется делать но тогда ты берешь легкую задачу но любую легкую не там я не знаю вот прям совсем ничего не хочется сделать но не знаю чем самый тупой файлы перемену или еще что-то рассортирую папку и вот простые задания ну как любое выполненное простое задание она дает тут же энергию положительно не знаю дофамин там прибавляется еще чего но смысл очень простой там прибрал на столе и у тебя уже какого-то силы откуда появились забрал на рабочем столе я разобрал папку тебя уже появились силы это тоже немножечко втянулся уже может делать более какой-то более серьезный задать вот поэтому тут у меня нет проблем на просто есть селу и делаешь а значит и желание бросить у тебя никогда не было когда-то запустил уже проект к нашу чуть не то с этим не понимаешь что то это тоже какого этому меня научил бальзак смысл такой что альпинист когда поднимается в гору ему надо смотреть на пять метров вперед только потому что если ты смотришь совсем высоко тут вижу еще там сколько те еще туда подползти это давит сразу вот сколько еще надо сделать точно ну все и дает это первый момент второй момент назад тоже нельзя смотреть вниз потому что как только ты видишь сколько ты уже поднялся то страшно тоже что вдруг я не дойду и заново я это не поднимусь и вот это вот я пару раз ощутил уже ближе к релизу потому что в какой-то момент я вдруг чего-то задумался ну не помню что что-то я не доделаю что пойдет не так и вдруг я представил какой же там сколько лет там работой вот этой вот было проделано и мне просто страшно стал посмотреть и все я от этого отвлекся поэтому у меня под просто на сегодня надо то есть у меня даже знаешь как не то что задачи какие-то надо выполнить а мне надо в день отработать там четыре часа времени я реально засекаю и я засекаю время потому что как-то я задался мыслью осколок ну то есть там я работаю целый день я работаю там все время уделяю игре ну там есть такое ощущение в том думаю что ну что значит все время сколько реально это работа решил засечь просто и вот тупо когда я сел работать включил таймер он пошел пошел в туалет выключил по за паузу пошел на перекур за паузу вот прям только реальное время отвлекся на интернет там за паузу и получилось что я очень мало работы вот реального времени ну очень мало но буквально там два-три часа в день вот не больше вот ну я думаю ну два-три часа в день совсем уж смешно ну вот четыре хотя бы четыре на отдел и обычного времени это получается 6-7 часов но со всеми там пошел поел пошел чайку попил там прилег на пять минут тоже больше уже там устал но реально реальное время я просто сижу как-то как таймер пошел и все и смотрю вот четыре часа отбила ну все он тем можно расслабиться ты можно там youtube смотреть не знаю книжку почитать что хочешь не всегда удается ну вот перед релизом часу я много работы там реального времени вот в последние дни был там по 15 ну вот и поэтому вот каждый день отработать какое-то время сел отработал какие-то задачи снова выполнить если каждый день методично это делаешь что потом ты там через месяц-два обнаруживать что какая-то часть работы сделано а если планировать это то даже понимаешь простое планирование вперед вот такой вот я крупно очень планирую ну надо будет сделать еще нпк как они ходят это 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 а если я расписываю то это меня тоже начинает давить то есть я как представлю блин а сколько еще все делать это сразу что смотреть вот на гору поэтому я вот только ближайший близ близкий горизонта там ну как арест каменного будды сколько занял создание там очень долго рисовал артем почту ну как долго долл лет никаких лет в этого я закончил ринга в восемнадцатом летом я пробовал разные геймплеи не пошли там бокс я пробовал гонки еще что-то все что-то не то то есть идея не было до этого еще не я искал я пробовал разное там и так и такую хотел делать игру такой вот пробуешь геймплей он не идет но не идет пробуешь другой геймплей вот и в какой-то там по моему в октябре что или в сентябре вот это вот получилось и как только я руку стал вынимать и это было круто я думаю это классная игра быть все но игроки не все со на согласно она классная но тем не менее ну короче я стал делать геймплей и вот я когда его сделал геймплей когда вот они отбегут и просто я просто их убиваешь отнимаешь он простой я понял что больше его некуда развивать то есть добавлять к нему ничего получился такой геймплей я не то что планировал так сделать то есть я вообще вначале планировал там другую игру вообще игра была про якудзу и там был сюжет и разные как раз концовки там еще чего-то но геймплей получился вот такой он хороший получил но на мой вкус он получился хороший я думаю мы же классный геймплей но он не подходит под игру под якут вообще никаким образом и под игру вот с этими ну то есть когда враги бегут я не могу сделать игру где будут выборы какие-то ты приходишь и и вдруг все начинают на тебя бежать ну то есть это там две-три сцены могут быть какие-то два за всю игру где на тебя массово бегут и либо это должны быть миссии где постоянно тебя кто-то бежит ну так и получилось значит это должны быть миссии под эту уже пошло там и и дальше и дальше и дальше поэтому геймплей получился быстро он получился вот такой я понял что он уже совершенный кругу говоря и развивать его некуда и на нем надо делать игру какую-то вот тут же пошла там эстетика такая сякая когда придумал концовку который ты пока не видел вот и под нее подстроил опять же все остальное чтобы сработала концовка ну пока я из отзывов не очень понял сработал он или нет единственное вот games парк японский сайт он там вот прям бальзам на сердце мне написал статью там они все считали все поняли все прям вот чуть-чуть я хотел все все идеально это когда получаю такой отзыв один у меня сразу вот все отпускают то есть ну кто-то подтвердил что я был прав и все и остальные уже негативные отзывы ну их неприятно неприятно что они есть но они не ставят под сомнение идею игру я понимаю кто-то кому-то зашло раз кому-то зашло знать все я все звуками все нормально всем не может зайти это нормально игра провалилась провалилась что делать откуда брать деньги на следующий ну ринга еще пока он кормит все покровера кормит во вторых еще да еще может быть во первых нет не во первых уже во вторых во первых ринга кормит во вторых еще и switch который совсем другая аудитория тут понимаешь даже трафика не было почему его не было я не знаю ну то есть грубо steam не дал трафик почему он не добрый с продвижением с этим всем ты никогда не заморачиваешь ну для для мелкого я не я не я не знаю что работает ну то есть реально работающих методов я не знаю ну например из катаку из английскую или за американскую не помню из американского пандора популярный их не там автор делала стрим ринга и прямо он там впечатлился один из немногих потому что западным станут 60 на метакритике 60 но он впечатлился там вот там я тоже жил в японии все четко там сценарий диалоги все дела вот он там популярный ну что ну выхлоп то вот по продажам сейчас это тоже теперь я могу теще грубо говоря оправдать свою деятельность на канал плюс на французском прайм-тайме аж даже какой-то знать журналист сказал что вот идут споры что игры могут быть искусством а вот типа разработчики значит из москвы нам дал пример что действительно могут но для тебя не вопрос искусство ли игры для меня не поэтому я к тому к продвижению понимаешь ну а что я что могу сделать ну грубо говоря вот я сказали уж там сказали здесь я я не знаю для мелкого я не ну я не знаю работающих способов я бы я не то что знаешь я против маркетинга там маркетинга как правильно не надо продвигать игры там они должны продвигать я с удовольствием кому кому денег дать чтобы они продвинуть но я не знаю кому не знаю не знаю как есть из тех вот методов что что я что вроде бы на виду и нам галенкин книжки рассказал свои но они не работают поэтому я в общем в целом это на это забил ну раз ты понимаешь я же раз я не могу повлиять то собственно чем не только ну как-то взлетит наверно вы не взлетит ну значит не ты хотел бы сделать что-то большое прям совсем совсем большом андой ладно не слишком но в общем не один что там было видение чужое может быть даже кто-то не тяжело не уже не интересно но чужое зачем это каких-то элементов игры допустим артему ты правильно я так понял доверяешь плане артов в принципе все что он делает попадает да в моей жизни не да но если бы кто-то пришел какие-то ну то есть тебя была бы команда ты бы мог им позволить чуть-чуть ослабил вложи так скажем ну не так получается конечно общение очень мало поэтому в основном я его суррогат общения из интервью кого-то либо книжки по кого-то все читаю интервью кого-то с кем-то либо смотрю его вот там хоть люди как-то разговаривают на какие-то темы там не кричат друг на друга что-то как какие-то мысли поэтому это в голове откладывать вот и родригес брала интервью у тарантино по поводу там фильмов еще чего-то и спрашивал про джеки браун ну все отличный фильм джеки браун не всем он нравится но не суть и тарантино сказал что ну да я вот снял джеки браун все там это мой любимый писатель я там по его книге снял фильм все хорошо но потом я понял что я в общем типа пришел в этот мир не для того чтобы снимать фильмы по чужим книжкам по чужим сценарий поэтому ну чего я же не в индустрии какой-то работа не то что у меня там меня нет цели заработать на миллион я хочу сделать что-то великое скажем так великую игру я хочу сделать вот но сделать там но мне хочешь свое что-то так и кажется мне есть что самому сказать чтобы кто-то чего вдруг чужое чье-то видение было то есть без без помощников естественно не обойдусь то есть город срона рисовал артем не он рисовал и музыку написали музыканты и я просто просто выбрал треки которые мне казалось подходить но выбирать все-таки и говорит что этот трек подходит а вот этот бэк не не подходит вот и вот это я хотел бы конечно за собой сколько на отбор вообще музыки уходит время то что я сколько слышал там очень тщательно прям ну там такие мелодии они прямо врезается сейчас он занимаюсь музыкой я понимаю что это важный самый аспект наверно чтобы мелодия тебе не только как бы попала еще и хорошо запомнилась и там вот такой эффект есть очень много это я я не знаю сколько часов ты это обычно я делал после уже всего то есть я программил там именно сделал чумок уже сил нет этого и все и вот я сажусь и слушаем ну там в день часа два на раз ну причем на это понимаешь какой прослушный то что слушаешь целиковый трек это ты слушаешь 5 секунд трека не до 5 секунд трека не то 5 секунд трека и вот это вот час-два вот этого пяти проскакивания тяжело и это несколько месяцев ну я вот по трекам есть я не шел там вообще никакой не компромисс тут некого было обижать я просто выбирал вот прям вот вижу это вот идеально то что мне подходит я считаю что это верно и она вот положил то есть не в ринга не вот во второй игре там нет трека который я бы сомневался и думал что лучше бы мне с ним вот у меня сейчас оставался после во второй игре оставался один трек который у нас не волосы сомневался боевой и вот и все я думал вот как же трек мне вроде бы он и более-менее но что-то не то вот ну и слава богу там парень один тоже старый мой знакомый по сайту вот он сделал три трека для вот для второй игры боевые все великолепные и под конец он тоже собрался и давай сейчас я сейчас недельку поработали сделал и вот он сделал я послушал и так сразу то мы все термина слабых треков нет бальзам саунд дизайном тоже на аутсорсе работаешь то что у в в аресте будды я явно его побольше стало звук этих звуков всего это я просто купил эти тоже на на настолько звуки ну выстрелов понятно ну звуки важно в принципе лучше бы нам и наверное было бы больше и ринга было бы больше новой игре наверное я постараюсь все таки чтобы там и птички попели и ботиночки постучали и тогда надо банально не хватает времени или тогда ты об этом нет да нет ринга делал там достаточно там мало там там в основном бы эти удары не знаю наверное я как-то не делал акцент на этом я наверное наверное для меня для самого важнее музыка все таки ну то есть музыка это прям на мой взгляд величейшее искусство и самое такое вот самое работающие потому что вот но ты сюда вот сюда и вот ты уже зарыдал ну то есть это магия любую сцену там сделал просто он дерется а тут саксофон вступил с надрывным этим моментом и все и вот она все заработал а без музыки она бы не заработала никак а вот без того что он пока там бежал ногами постучал ну я думаю это бы наверное добавляет вообще ну то есть звуки важны но не настолько важны на мой взгляд поэтому для для этих игр тоже то есть там куда был вставлять то что я пробовал звуки добавлять именно такие пути по птички поют звуки природы еще чего-то вместе с музыкой но что-то не зашло как-то было еще как-то в начале была такая музыка музыка вступала в какие-то моменты только там когда ему грустно или еще что-то я хотел как-то это вот передавать музыкой но тоже что-то не получилось в итоге вот просто постоянная музыка которая играет в зависимости от времени суток от бэкграундов и от времени суток на улице вот как-то нового в итоге вроде получи полу получилось вроде так я поиграл вроде вроде нормально плюс к всему ты же играешь каждый день но когда разрабатываешь играешь 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 и пробовать например треки вот боевые для второй игры я реально на них играл там несколько месяцев опять же мне вот там кому-то геймплей надоел там через два часа я-то вот полторагодные и треки да и вот это вот очень важно был то есть я выбрал иногда трек играю неделю на нем не чиндерам не надоел где понимание доел так ну все руки неделя драта то есть трек должен быть такой ну то есть я предполагал что игрок будет играть и ну и долго предполагается что ты будешь играть потому что понравилось ну плюс ты там умираешь то есть трек трека тебе должно хватить там на минут на 15 поэтому я предполагаю что если я играю сам на нем месяц то уж наверное игрок 15 минут ему хватит но логика такая а из недели не хватило значит не то но тоже неделю не знаю мама и знаешь самое удивительное что не не все оценят музыку но там вот мне очень было это и явно видно что сам геймплей под разную музыку совершенно по-разному играется то есть если трек плохой то я вас мне геймплей сам геймплей надоедает через три минуты я играю три минуты одно и то же бегут эти враги ты их убиваешь три минуты и не надоело а если так крутой то я могу полчаса играть в принципе я подхожу так что где-то если минут 15 игра 10 даже 10-15 минут ты можешь играть не надоедает тебе играть какой-то отрезок игровой значит это отрезок хороших но больше уже а потом они должны менять драки в ринга тоже такие и подрался и побежал подрался и побежал и здесь тоже самое ты прошел этап там ну 15 минут не сильно больше должен быть а потом ты хочешь отдыхать если бы это загрузить сразу 30 минутами то там хоть даже на супер на супер треки все сколько ты заложил примерно времени на уже следующую игру который занялся следующие я хочу немножко отдохнуть от этих драм вот и там будет такой все веселенькая миленькая но понимаешь я многое начинаю как веселенькая миленькая то есть мы там с дочерью придумывали тоже какой-то сюжет он тоже начался как веселенький миленький а потом быстро это все эскалировалось какие-то там проблем мирового масштаба поэтому я не знаю во что выйдет но сейчас приблизительно концепт такой что это будет япония сангуку период когда там все самураи и ниндзя боролись друг с другом может быть демоны какие-то будут там уже наконец-то ты генерируешь персонажа и отыгрыш как хочешь я каждый раз делаю игру в общем которая хотел себя сделать то есть было много много игр которые всегда хотел сделать все играл в шуму и думал блин я бы хотел сделать свою шуму играл в никец вот я бы сделать свою никец поэтому сейчас я хочу сделать игру с именно с выборами и делай что хочешь пришел в город убивай любил им пока но кроме женщины женщине не трогаю мужского можешь любого убить можешь отжать может а мне стать и не знаю как обычно грабим караваны короче если следующее провалится ты не бросишь это дело ну и пробовать делать бросить я не знаю понимаешь как это бросить можно если надоест делать она да если мне зав делать гарантии никто не даст ну то есть сегодня тебе нравилось одно а завтра тит просто перестал нравится поэтому вот это может произойти естественно в любой момент вот пока мне нравится делать я буду делать если это совсем вот прям все уйдет в ноль там вот и совсем все будет проваливаться рушится и так далее ну значит я опять вернусь к старому варианту пойду на работу и буду делать как хобби если мне еще будет нравиться на тот момент а если не будет нравиться ну не знаю ну я честно говоря не думал что провалить я даже думаешь это не провалится благодаря свечу возможно кто узнает конечно непредсказуемо вот он там мне говорили что ринга в любая игра в стиме вот сколько она за первый месяц заработала столько он заработает за год ну типа все больше уже steam туда не вливает ну так она приблизительно в начале было а потом вот эти говорю вдруг вдруг какой-то kit просто я захожу не релиз был не свечи ничего просто вот что там не помню а там еще что-то ну и суть какой-то месяц захожу вдруг раз там 600 продаж в китай а следующий день опять что продаж китай этот китаец сам издатель я его спрашиваю там четко пиарка вот протяжу нет я поможете там побросить у китайского интернет че че произошло там стример какой-то ютуберы до их не хрен знает там поискали не нашли ты чего произошло почему вдруг почему сейчас вот два года два года прошло ну то есть игре два года она уже идея должна была утонуть там довольно-давно вдруг вот обнаружили что я так где-то существует сейчас люди скажут кто это такое а там может кто-то даже уже и знает спасибо тебе спасибо что пригласили да потому что вы в таком вот ним и общение которыми нахожусь это прям вот бальзам не на сердце что меня во первых выслушал дал все вы говорится с обычными людьми естественно слушать это никто не хочет а у нас есть там сходка раз в полгода с двумя разработчиками один который делает несать может слышал вот и другой значит еще там сергей бобров мы втроем встречаемся но там в основном они говорят потому что у нас как-то очень быстро перерастает срач даже в такой тяжелых но там а